всем привет сегодня день третий и я продолжаю говорить о своих любимых продуктах что мне очень нравится сегодня будет необычная тема потому что я буду говорить не о косметике я буду говорить о здоровье потому что красота внешне и внутренне они всегда тесно связаны кто не знает меня зовут вероника коняхина я являюсь бьюти экспертом и бизнес-партнером компании reflame вот и затрагивая красоту тему красоты то конечно же это важно понимать да все мы знаем такую прекрасную пословица поговорка считается дамы то что мы едим вот и на самом деле это так и есть потому что то какую пищу какого качества доедаем ли мы белки жиры углеводы или переедаем мы какие-то макро нутриенты когда мы доедаем или недоедаем минералы витамины это все сказывается на нашем самочувствии на нашем внешнем виде на наши энергии и конечно же красивым человек не может быть без здоровья как бы кто бы не говорил да потому что энергия это тоже такая важная часть красоты и может быть сначала не всегда заметно и но именно насколько человек энергичен мы можем сказать насколько он и красив но это наверное может быть для меня больше потому что в какой-то период жизни я именно стала красоту ну оценивать да скажем так видеть именно в энергии еще не только во внешних каких-то параметрах вот и конечно я буду рассказывать про свои любимые витамины это велоспек пришли они в мою жизнь когда мне было 13 лет вот я в тот период очень часто болела скажем так я всегда февраль-март была в общем горло-нос вечно эта история да то есть я месяц там два месяца всегда ходила в школу при этом а вот и и не ходила на больничные вообще все переноси переносила на ногах очень шло плохо лечение всегда у меня я еще занималась вокалом и в тот период у меня были конкурсы активные я в общем то было то без голоса то ходила клором в общем чего только не делала какие там промывки не ходила вот чтобы хоть как-то участвовать в этих конкурсах вот хотя во все остальные периоды все было прекрасно можно сказать вот и мы пытались подобрать в не видно и витамины какие-то дамам не 100 что-нибудь подыскивала но все было безуспешно потому что когда мы брали что-то в аптеке одну упаковку я пропивала все ок 2 рвотный рефлекс и так абсолютно на все витамины абсолютно вот и ждать когда изобретут что-то новое но как бы это так себе да затея история и появляется вам успех моей жизни я нормально относилась к витаминам я нормально относилась к бадам потому что меня в принципе с детства мама старалась чем-то натуральным кормить они синтетическим да и бада это как раз натуральное вот и в общем то пропилай первую упаковку все хорошо вторую упаковку пью все прекрасно третью упаковку пью и все чудесно и так уже 13 лет без перерыва вот поэтому я точно могу сказать что-то прекрасные витамины и не только для меня но и для других потому что это витамины которые содержат не только витамины минералы как это обычно мы привыкли да тут есть еще омега-3 и астаксантин дополнительные давайте подробнее расскажу о каждом продукте который здесь есть но витаминка вот это вот серенькая беленькая витаминка это 12 витаминов и 10 минералов именно этой витаминкой делятся женские мужские пайки то есть фиолетовый такой вот сиреневый это женский синий голубой мужской вот именно этой таблеткой они отличаются больше ничем вот и конечно же ну дозировки идут где-то повышен силен магний это цинк да и фолиевая кислота железо у женщин а потому что нашему организму это нужно больше чем мужскому и все витамины как я обычным языком простым стараюсь объяснить это наши фрукты овощи которые мы с вами не доедаем сто процентов и вторая причина в том что во фруктах и овощах к сожалению не содержатся все объемы тех количеств витаминов и минералов которые должны поступать к нам вместе с пищей каждый день каждый день в нашем организме зарождаются триллионы клеток и каждой клеточке очень важно в этот день да и последующий получить определенную дозировку всех необходимых микронутриентов до минералов витаминов если хотя бы в один день мы не додаем своим клеткам этих минералов витаминов они начинают ну расти недокормленные немножко такие может быть не совсем здоровые вот и когда проходит год пять десять двадцать тридцать лет да мы можем заметить что с нашим организмом что-то не так мы плохо все стали чувствовать мы не энергичны нам и у нас иммунитетом какие-то проблемы все просто потому что мы каждый день не доедали полезные вещества для своего организма не смысле калории не доедали да мы калории спокойно доедаем и переедаем проблема в другом насколько эти калории полезны нашему организму да поэтому такая витаминка здесь идет здесь не суточная дозировка всех не витамин витаминов и минералов здесь идет по европейским стандартам дозировка которую можно дополнительно применять спокойно к пище чтобы не переедать никаких микро нутриентов потому что переедание это тоже не хорошо как и недоедание то есть подключая пакетик волна спайка в принципе вы можете не переживать о том что ваши клетки чего-то недополучит и вы можете спокойно есть фрукты овощи и всю остальную пищу просто знать что вот то что надо точно вы доели а то что не надо и вы ели вот далее здесь есть две капсулы омега-3 это рыбий жир простыми словами да только это очищенный рыбий жир пятиступенчатая очистка у компании oriflame она запатентованная то есть она есть только в oriflame больше нигде далее это то что оболочка идет тоже из рыбьего желатина они свиного или бычьего как вы можете найти у других производителей я находила этот спокойно находится можно аптеку зайти и посмотреть все вас интересующие баночки вот это открытая обычная информация берется рыбий жир из тушки рыбы они из печени потому что печень это очистительные органы в принципе качество омега-3 уже ниже чем из тушки идет вот плюс пятиступенчатая очистка то есть тут максимально убрано все ненужное и оставлено то та самая польза которая нам нужна для организма омега-3 нам нужно для работы сердца и сосудов правильной а чтобы хорошо функционировал также мозг активно омега-3 влияет на уровень увлажненности кожи омега-3 влияет на суставы чтобы они не скрипели до омега-3 влияет на иммунитет поэтому омега-3 влияет на очень масштабные вообще процессы в нашем организме можно сказать на все процессы она влияет и если вам интересно можете просто загуглить и почитать еще каких процессах она участвует потому что когда я гуглила но я просто обалдела понимаю что омега-3 это мега необходимый продукт но к сожалению мы с вами его не доедаем потому что навряд ли у кого-то каждый день там жирная красная морская рыба да или даже три раза в неделю но мне кажется трех раз в неделю честно говоря это тоже мало для того чтобы получать омега-3 и когда начинаешь пить омега-3 перестает тянуть на рыбу вообще морепродукты то есть если у вас есть какая-то тяга и особая любовь к морепродуктам это возможно связано только с тем что вам ну чисто не хватает омега-3 как только подключаешь омега-3 это проходит я это испытывала несколько раз когда дополнительно еще к этой дозировки подключала жидкую омегу-3 вот я понимала что вот сейчас видно я доедаю да потому что мне не хочется так что омега-3 у нас клевая прям очень историю очень много рассказывать не буду присоединяйтесь команду и узнаете из первых уст все истории и астексантин за что еще можно любить этот веллас пэк чудесный именно за эту черную такую вот капсулу бордовы потому что как мы только ее не называем капсула от старения капсула молодости батарейка энерджайзер в общем что только можно не услышать про нее на самом деле это простая морская водоросль которая произрастает на стокгольмском архипелаге и когда она в воде она зеленого цвета когда выбрасывается на сушу она такая бордовая становится и это как раз влияние свободных радикалов на эту водоросль потому что она меняет резко цвет как бы защищаясь и это единственный антиоксидант в мире который защищает клетку и снаружи и изнутри от какого-либо негативного воздействия окружающей среды скажем тогда от свободных радикалов мы с вами кто живем в городе дышим выхлопными газами заводами машинами в общем мне вам не надо рассказывать все прекрасно знаю так чем мы дышим принципе это все влияет на нашу молодость потому что есть теория окислительного стресса до окислительный стресс там старение забыла в общем старение есть по типу того что нехватка антиоксидантов идет вот антиоксиданты содержится во многих фруктах продуктах вы можете тоже загуглить если вам интересно но чаще всего мы конечно же их не доедаем вот и соответственно добавляя вот эту астаксантин ку астаксантин вы мощно поддерживаете свой организм во всем со всех сторон и снаружи и изнутри вот что дает нам эта капсула первую реакцию обычно чувствуют ну через недельку это то что больше становится энергии действительно астаксантин влияет на то что мы перестаем так сильно уставать как уставали раньше далее это то что кто занимается спортом даже любительским каким-то фитнесом начинают замечать что если раньше им давались какие-то тренировки очень сложно сейчас он не даются ему достаточно легко и можно даже больше нагрузки брать это тоже действие астаксантина поэтому кто знает спортсмены применяют потому что действительно вы можете делать лучшие результаты благодаря этой астаксантинки вот просто потому что у вас будет больше сил выносливости энергии еще вот ну и по себе могу сказать например я ничем специфическим таким не занимаюсь но когда какие-то даже помню уходили на какие-то лазилки а знаете такие там на высоте вот мне отметили то что инструкторы что у меня как бы такая подготовка физическая хорошая что но я вообще не устал пока мы лазили то есть я не устаю на этих всех трассах и я такая думаю ну ладно хорошо а потом уже когда стала думать почему и как думаю все таки наверное это астаксантин потому что действительно когда есть астаксантин больше сил больше энергии и конечно физическая подготовка улучшается вот ну и конечно же ежедневные тренировочки какие-нибудь тебе нужно устраивать зарядочки чтобы это все было в комплексе вот далее просто эксантин да влияет на зрение потому что проходит гель через гематоэнцефалический барьер и попадает на сетчатку глаза вот так что с возрастом люди позже надевают очки также это капсула влияет и на нашу кожу вот на разглаживание морщин можно сказать омега-3 и астаксантин они прям вместе очень хорошо будут работать на вашу молодость в том числе помимо вашего ухода за лицом это будет такой комплекс сила тандем вот что еще дает астаксантин на иммунитет я не помню говорила не говорила конечно же иммунитет наверное все самое главное я сказала вот так что такие витаминки пьются каждый день и в итоге мы чувствуемся прекрасно я себя чувствую великолепно реже болею если даже заболеваю то все происходит в каких-то очень легких слова вылетела без осложнений вот в легкой степени и я себя не закармливаю никогда сильно таблетками какими-то антибиотиками потому что понимаю что пока лечишься ну одно лечишь другое калечишь да поэтому спасаюсь максимально велносом и какими-нибудь большими дозировками астаксантина потому что как только например заболевает горло я могу просто дополнительно выпить либо пакетик пэка полностью либо просто дополнительно съесть астаксантин у меня баночка есть это все отдельно тоже продается вот и таким образом когда прожевываешь астаксантин действительно гору проходит вот поэтому если вы даже чувствуете какие-то небольшие недомогания в самом начале то очень хорошо это можно в самом самом начале себе пресечь если конечно затягивать и не лечить горло никак там не полоскать его никакими дополнительными средствами даже видя стаксантина то конечно это все ухудшается и можно довести до каких-то антибиотиков последствия поэтому конечно же это не лекарство да это про профилактику здоровья я считаю что лучше профилактировать чем потом лечить потому что ну кто-то говорит о это дорого мне кажется дорого это когда ты заболел и ты идешь в аптеку или ползешь в аптеку вот и просто отдаешь несколько десятков тысяч я серьезно говорю если по-нормальному лечиться не абы как там я вот это куплю вот это я не буду покупать а вот это наверное я без этого смогу вот если по-нормальному лечиться конечно это десятки тысяч отдаются за неделю там за 10 дней потому что ну препараты такие выписываются вот поэтому да я считаю разумным это пить бады это пить витамины это пить коктейли и супчики докармливать свои клетки всеми необходимыми макро и микронутриентами потому что я прекрасно знаю я прекрасно понимаю что ну наша пища в магазине тем более да и даже кто сам выращивает мы не можем знать сколько содержится каких минералов витаминов том или ином фрукте овощи ягоди и так далее мы не можем это просчитать принципе не можем вот если только у вас какие то есть выходы там лаборатории и вы будете реально этим заморачиваться то здорово но навряд ли пока таких людей честно не встречала кто может это все точно сказать и высчитать как то поэтому мне кажется просто достаточно дополнить свое питание такими вещами да пересмотреть какие-то привычки не без этого потому что как только вы начинаете доедать необходимые минералы и витамины и белки на самом деле да если прислушиваться к организму начинает меняться что-то вот и тем самым вас перестает тянуть на какие-то вредные продукты как раньше тянула в меньшем объеме во всяком случае можно есть и знаете вот кто-то да про похудение всегда говорят но я хочу похудеть там хочу похудеть парадокс том что когда человек правильно питается он может себе даже цели не ставить похудеть у него все равно объемы будут уходить у него фигура будет визуально смотреться лучше и лучше из года в год и конечно если он еще подключает физические нагрузки то вообще здорово то есть так или иначе правильно питаясь и занимаясь даже минимальными нагрузками но каждый день 15-20 минут зарядка этого будет достаточно для того чтобы через год два три пять десять сказать себе я молодец что начала тогда они сейчас потому что я имею это то есть затрону немного эту тему очень часто мы хотим каких-то быстрых результатов да и мы не смотрим в будущее в перспективу я сейчас говорю про тему здоровья вот и получается так что нам кажется вот мне надо похудеть к дню рождения там или к 8 марта или к новому году и осталось две недели мы начинаем себя просто ну из себя все силы соки выкачивать просто невероятно там ограничивать пищу наш организм он находится в этот момент в стрессе просто в диком стрессе и вы в итоге потом можете и на эмоциональном уровне это словить когда у вас настроение хуже если вы недоедаете и ощущение себя становится так себе и в итоге это все не только вот физика это еще и и ментальное здоровье и энергии вашей работоспособности концентрации это все взаимосвязано и взаимосвязано от питания в том числе вот по мне так лучше какие-то привычки развивать в том же питание да никто говорит ой я не могу там отказаться от этого ответа не отказывайся добавь просто витамины в свой рацион питания да я не могу ходить на фитнес хорошо не ходи делай зарядку 10-15 минут найди там в интернете самые базовые упражнения разомни шею руки ноги там где-то что-то не знаю попрыгай да вот эти лимфодренажные прыжки есть в интернете сто раз попрыгал и хорошо твоему организму и в принципе тебе ты взбодрился ну то есть сейчас только все планка есть до который постоял минуту прокачал все мышцы тела там стоит две минуты вообще хорошо будет твоим мышцам и телу и всему на свете если конечно это делать каждый день но каждый день вот поэтому я всегда рекомендую развивайте привычки не ставьте себе может быть какие-то заобочные цели просто посмотрите вот если вы начнете сейчас что вы будете иметь там через три года допустим и какую-то цель такую может быть долгосрочную поставьте в итоге чтобы не было каких-то изнуряющих диет тренировок и так далее если вы готовы окей но если вы понимаете что вы можете в любой момент сорваться что вам не хватает мотивации зачем тогда так себя в принципе подставлять еще раз себе самооценку разрушать я не понимаю честно вот я просто сама такой человек я люблю конечно завышать цели ставить какие-то иногда нереалистичные цели и какой-то период времени эта стратегия работает но потом раз не получилось 2 10 20 30 и ты уже думаешь счет как-то и ничего не надо уже ничего не хочется но это тоже неправильный подход потом просто лучше ставить реалистичные цели не килограмм там в день терять а килограмм пускай в месяц но смотря сколько конечно есть лишнего веса в действительности потому что когда у человека нет лишнего веса или его действительно очень мало это будет тяжелее задача то может быть в течение года он скинет эти два три килограмма если адекватно я просто помню когда я начала работать над телом и у меня вот эти килограммы уходили за первый год я сбросила чуть два с половиной килограмма наверное они сбросила 4 потом мне вернулись 2 потом я в общем там такая интересная ситуация происходит они еще имеет свойство возвращаться не потому что ты себя стал даже позволять а потому что твоему организму дискомфортно он набирает до необходимой видимо нормы ты удерживаешь организм привыкает и он как бы идет дальше и вот некоторые люди большинство да не переживают этих моментов они плюют на все и все а тут такая система интересная организм умный в общем если себе не ставить какие-то конкретные цифры в цели по потере веса мне кажется даже будет лучше просто ставить самочувствие здоровье там фигура какие-то объемы возможно но тоже реалистичны тогда будет лучше и на весы вообще не вставать месяц вот раз в месяц будет предостаточно вставать на весы а то вот эта привычка взвешиваться каждый день взвешиваться каждую неделю ничего не произойдет за день но возможно вы найдите чего-то и у вас будет стресс я просто помню когда мы начинали вести эти все группы здоровья и человек начинал заниматься у него вес увеличивается у него шок хотя надо взвешиваться тогда на весах которые делят на жир на воду на мышцы и так далее потому что если человек начинает даже заниматься там своим весом питанием спортом у него может вес вырасти но на самом деле это просто из-за увеличения мышечной массы но на обычных весах вам не пишут что увеличивать и увеличились мышцы или вода там пишется просто вес увеличился у человека шок стресс недовольство и он может все из-за этого бросить а вот если по он взвесился не через неделю не через месяц а может быть через два-три месяца было в другая картинка и уже бы не было всех этих демотивирующих моментов вот на этом я буду заканчивать я ушел очень далеко с темы витаминов в какие-то похудения и так далее но возможно будет кому-то актуально потому что с этим сталкиваюсь очень часто поэтому занимайтесь лучше здоровьем занимайтесь питанием привычками полезными привычками вырабатывайте их все остальное приложится и вес в том числе и потом когда вы поймете что вы уже не завязаны на цифре веса вот тогда можно всем остальным тоже спокойно заниматься а если было полезно ставьте реакции сердечки пальчики вверх и до завтра в следующем мой любимый продукт я им поделюсь пока пока пока